Частный сектор, тишина, огородик и даже, несмотря на черту города, свежий воздух. Но Александр Кирясов говорит, это до тех пор, пока вон на том производстве не начнут что-нибудь красить. Запах резкий, сильный. То есть это запах химикатов, не знаю уж каких там, ну химических, из чего там краска состоит, из чего там. Причем прямо на наших огородах. Началось это, по его словам, около двух лет назад, когда столярную мастерскую переоборудовали в цех по обработке металлоконструкций. Разговоры с владельцами производства ничего не дали. В начале лет Александр Александрович обратился в Роспотребнадзор. Там подтвердили, что владельцы мастерской не проводили замеры атмосферного воздуха во время выбросов. А это нарушение. Однако был ли при этом повышен уровень вредных веществ, также сказать затруднились. Согласно официальному ответу от Роспотребнадзора, специалисты ведомства готовы выехать на место и произвести необходимые замеры качества воздуха. Но для этого им необходимо позвонить именно тогда, когда появится в воздухе этот характерный химический запах. Проблема в том, что, по словам местных жителей, работы здесь проводятся в основном вечером и ночью, когда до Роспотребнадзора, как до официальной организации, уже не дозвониться там. Закончен в это время рабочий день. Мы решили прояснить ситуацию на самом производстве. К нам вышел заместитель директора и подтвердил. Да, красили отдельные детали, точнее грунтовали. Но больше месяца назад, после визита проверяющих, перекрыли вентиляцию. Так что даже если запахи появляются, то дальше помещения распространяться не должны. Но Кирясов уверяет, запах продолжает периодически мешать дышать глубоко. Вы когда заявление писали, вот тогда я согласен, что мог идти запах, потому что включалась вентиляция. Мы сейчас все отключили, все заглушили специально, чтобы к вам ничего не шло. К нам не шло, да? Вот. И к нам не идет? Я не знаю, это может быть уже идет, может быть не от нас. Да какая разница? Здесь может быть где-то машины подкрашивают или еще там что-то. Ну, Александр Кирясов не собирается сдаваться и полон решимости при очередном появлении химического запаха определить его источник. К тому же пенсионер намерен узнать, насколько вообще законно размещение в жилом секторе подобных предприятий. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Илья Кочетков.